Спасибо, что вы нашли нас время. Я буду пытаться переводить с украинского на русский слова главы службы внешней разведки, который сказал следующее. В 2000... То есть он называет там несколько целей Путина, да? Вот есть четыре задания у Путина. Что он хочет сделать? Задание первое — это обеспечить внутреннюю стабильность, мобилизовать население, экономику, увеличить производство вооружения и военную технику. Значит, в 2026 году, продолжает представитель службы, объемы военного производства в России должны поддерживать масштабные боевые действия в высокой интенсивности. В 2028-м Россия должна, видно, восстановить, спасибо большое, военные способности, которые она имела по состоянию на 2022 год. И так далее. Я там еще буду возвращаться и цитировать. Но история вот в чем. То есть вопрос мой состоит в следующем. Получается так, что у Путина есть какая-то дальновидная история, да? Вот какая-то перспектива. И завтра война не закончится. В 2024-м она не закончится. Если глава службы внешней разведки пишет про 2028-й и какие планы у России, то есть вернуться в 2028-м году на объем производства, как это было в 22-м, значит, эта война на очень, на очень и очень долго. Так я прошу прощения, здесь, ну, я здесь не хочу каких-то слов говорить в адрес источника, который вы цитируете, но это капитан очевидность. То, что вы сказали, это капитан очевидность. Да, действительно, Путин – это война. Вот начиная, да, безусловно, война была с 2014-го года, это мы все знаем, но тем не менее это совершенно была другая война. Это было действительно, ну, скажем так, точнее, это можно сказать, что это был такой военный конфликт. А с 24-го февраля это настоящая полномасштабная большая война в центре Европы. И с этого момента Путин – это война, не прекращающаяся. Он войну не прекратит. Состояние войны на сегодняшний момент для Путина – это поддержание жизни. Война – это его кровеносная система. Он фактически, как бы, он действительно, он втянул войну, начал лично он. То есть, вот, чтобы не было никаких сомнений, вот эта анатомия и анализ того, как начиналась война – это лично он. Никто больше, кроме него, не был заинтересован в этой войне. Он ее начал, он сломал через колено весь этот свой совет безопасности. Мы видели, как он это делал, просто это было в прямом эфире, когда даже Патрушев, вот этот мракобес, самый главный безумный динозавр, он там что-то пытался вякнуть против. Он единственный, кто, ну, в силу того, что он старше, в силу того, что у него веса много. И он, так сказать, попытался возражать. Ничего, Путин решил, все, война будет. Но теперь, да, и представители генштаба, там бывшие генералы генштаба писали всякие тексты. Мы это все помним. То есть, ну, практически там особо за были только безумные его советники, типа Ковальчука и прочих полных абсолютных клинических идиотов. Но сейчас уже все, сейчас уже, так сказать, в войну втянулись все военными преступниками, стало абсолютно все, без единого исключения, военное и политическое руководство России. А ответственность за эту войну несет вся страна. Все, и экономика перестроена, и 40% бюджета военного, и, на самом деле, бенефициаров войны появилось огромное количество. Поэтому все, на самом деле, этот каток запущен. Его остановить уже Путин не сможет. Его может остановить только либо смерть, либо отставка, ну, там, какое-то смещение Путина. Каким образом, пока не очень понятно, но там есть варианты. Либо просто катастрофическое поражение России, в результате которого Россия просто перестанет существовать, как единое государство. Вот это те сценарии остановки войны, других просто не будет. Видите какие-то перспективы хоть в каком-то из этих сценариев? Да, вижу. Да, вижу. Значит, ну, во-первых, ну, давайте перечислять перспективы. Пожалуйста. Физическая смерть Путина. Возможно? Возможно. Путин, в общем, не очень молодой человек. Он всего на полтора года моложе меня. И поэтому я прекрасно понимаю, я как человек, который, ну, примерно той же возрастной категории, прекрасно понимаю, что, ну, как в таких случаях говорил классик, человек не просто смертен, он внезапно смертен. Поэтому в данном случае это вполне возможный вариант. Путин умрет, война остановится. Вот для меня это аксиома. Я в этом абсолютно убежден. Путин, со смертью Путина война остановится. То есть, у главы Патрушева продолжать войну не будет? Нет, конечно. Да ну, слушайте, Патрушев, конечно, идиот полный, но у него есть политическое чутье, он политическое животное, и поэтому он будет действовать в логике политического животного. Потому что любой, кто придет после Путина, примет абсолютно разваливающуюся страну, которая существует за счет продолжения войны. Это сложная ситуация, и, конечно, выйти из этого можно только мгновенно прекратив войну, причем любой преемник может это сделать. Потому что Путин отвечает, а этот нет. Вот и все. То есть, это первый вариант. Смерть Путина, остановка войны. Второй вариант, это такое тяжелое поражение России, оно пока не просматривается, но если, например, там Запад начинает давать, ну, я не знаю, что для этого должно случиться, давать в больших объемах дальнобойные ракеты, включая томогавки, самолеты F-16, их там чертова куча стоит у Соединенных Штатов Америки без дела совершенно. Вот Соединенные Штаты вдруг неожиданно, по какой-то причине, перестали осторожничать и начали по полной программе давать Украине оружие, необходимое для серьезного наступления. Возможно, ну, пока не просматривается, ну, мало ли что, вдруг случится. Ну, там понятно, что просто оружие – это железяки, которые, так сказать, сами по себе не воюют. Ну, понятно, что здесь нужны гигантские усилия по обучению украинских военнослужащих, там, инфраструктура, все дела. Это к военным экспертам. Но, тем не менее, теоретически такая возможность есть. Ну, и, так сказать, какой-то, вот в результате тяжелого военного поражения это, безусловно, так сказать, должно сопровождаться вот серьезным сломом, психологическим сломом внутри российских вооруженных сил, внутри силовиков. Силовики перестают поддерживать Путина. В результате начинают работать центробежные тенденции, которые, в принципе, всегда существовали. И начинается, что называется, третий окончательный период распада Российской империи. Ну, вот это примерно сценарии. Ни тот, ни другой, ни третий, они пока не просматриваются. Потому что Путин, вопреки всем слухам о том, что он плохо себя чувствует в холодильнике, значит, он явно, так сказать, имеет нормальную физическую форму для своих лет. Поэтому пока, в общем-то, сдохнуть не собирается. Ну, слушайте, надо читать мастера Маргариту. Человек смертен и внезапно смертен. Так что, может быть. Второй сценарий тоже пока не просматривается, но тоже он вполне возможен. Это, ну, я не знаю, с помощью какой математики оценивать вероятность, но она небольшая. Но она есть. То есть, вот эта вот история. По мере... И что, вот последнее, что я хочу сказать по этому поводу, что со временем вот вероятность этих сценариев увеличивается. Но это же очевидно, что с каждым годом у любого человека вероятность его смерти увеличивается. И с каждым годом по мере, так сказать, вот увеличения сроков этой войны, усталость, какие-то внутренние противоречия, микротрещины вот в этом режиме появляются. Вот мы видели, что появляется. Вот возник Пригожин со своим этим самым, значит, маршем справедливости. Никто же не предполагал. Ну, вот скажите, 24 февраля было у кого-то хоть один прогноз, что возникнет вот такая вот история, когда вдруг неожиданно, значит, возникнет, ну, фактически серьезный, серьезный военный мятеж, что какое-то подразделение российской армии возьмет областной центр, захватит Ростов-на-Дону, огромный, один из самых крупных южных городов России в Южном округе, и, так сказать, пойдет колонной на Москву, и никто его не остановит и ничего с ним не сделает. Ну, вот, это вот кто мог предсказать? Это такой, ну, черный лебедь, правда, такой специфический, лысый, так сказать, матерящийся, выглядит так себя. Ну, извините, какая страна такие лебеди? Ну, вот поэтому, а кто мог предположить? Никто. Поэтому вот такие, по мере того, как война будет продвигаться дальше, она будет порождать, неизбежно будет порождать, ну, какие-то стаи вот этих вот лебедей. Какой из них похоронит Россию, понятия не имеет. Это непредсказуемая история, на то и черный лебедь. Так что все может быть, но пока это не просматривается. Вот из сегодняшнего момента, вот из, какой у нас там сегодня, 23 ноября, из 23 ноября конец войны не просматривается. Игорь Александрович, а давайте смоделируем ситуацию. Вот предположим, сегодня, после заседания так называемого ДКБ, Путин возвращается в Москву на самолете. Этот самолет сбивает Украина. Россия, или те, кто представляет сейчас Россию власти после смерти Путина, после его гибели, принимает какое решение, на ваш взгляд? Ударить тактическим ядерным по Украине. Там начинается хаос, дележка власти. Они отказываются от военных действий. Они берут паузу, они звонят в Штаты и каким-то образом пытаются договориться. Я-то спрашиваю не в контексте конспирологии, не хочется обсуждать морозилку и Путина. Я хочу просто понять, что произойдет в случае вот подобной, пригожинской смерти Путина. Ну, опять-таки, зависит, если действительно сценарий, о котором вы говорите, значит, сценарий, если украинская ракета собьют, ну, так, да, да, это плохо предсказуемая ситуация. И, в принципе, не исключен вариант какого-то спонтанного ответа удара, в том числе, так сказать, может быть, и тактическим ядерным оружием по Украине. Потому что, ну, вот в данном случае любая конструкция власти, кто бы ни пришел. Ну, формально, на самом деле, здесь есть проблема. Потому что формально в случае смерти Путина по табеле о рангах это предусмотрено исполняющим обязанности президента Российской Федерации становится Мишустин. Мишустин, да. А тут нет вариантов. Ну, по крайней мере, если власть не возьмет сразу же там военный переворот и военная хунта какая-то там с условным каким-нибудь Патрушевым во главе, то по Конституции исполняющим обязанности главы государства становится Мишустин. Ну, и дальше там выборы-невыборы и так далее. Но вот Мишустин не очень похож на человека, который готов будет нанести ядерный удар по Украине. Не очень. Скорее всего, это будет там гневное заявление. Но, опять, это гадание на кофейной гуще. Вполне возможно, что, так сказать, будет какое-то волнение, какие-то там движения, будут крики, шум и так далее. Но я думаю, что, так сказать, ну, в любом случае... Ну, во-первых, давайте точки над «и». Я, конечно, слышал заявление Зеленского о том, что, в принципе, Путин является... Ну, что-то в таком роде, что на него, на Зеленского было пять покушений, поэтому он считает себя в моральном праве убить Путина. Но, тем не менее, я не думаю, что военное и политическое руководство Украины сегодня готово на... Ну, во-первых, прямо скажем, это спецоперация не очень простая. Я думаю, что все-таки... Да, это намного сложнее, чем, значит, вот это вот копье Нептуна, который Соединенные Штаты Америки сделали, уничтожив предыдущего террориста номер один, у самого Бен Ладена, там все-таки было проще. Значит, и то эта, в общем, спецоперация готовилась очень серьезно, и в конце концов, так сказать, была реализована. Я не уверен в том, что военное и политическое руководство Украины готово реализовать вот такую же спецоперацию, как в свое время реализовали США при Обаме. Именно исходя из непредсказуемости последствий. Последствия непредсказуемы. Поэтому, в общем, да, безусловно, это бы, скорее всего, это прекратило бы войну, но это маловероятно. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот если, так сказать, просчитывать этот крайне маловероятный сценарий, то становится во главе государства, становится исполняющим обязанности Мишустин. Ну, уж Мишустин-то точно прекратит войну. Потому что он, так сказать, ну да, безусловно, он тоже, как и все они, военный преступник, но, тем не менее, ну, скажем так, по нему ордера нет. Вот, и вот прямо так вот, на нем, конечно, кровь есть, но она так вот, не на лице, там, кровавые пятна не проступают. Так что, я думаю, что вот этот сценарий, ну, что о нем гадать? Это же крайне маловероятно. Еще раз говорю, что ни у Украины, ни у Соединенных Штатов Америки, ни у Великобритании, ни у кого явно политической воли на это нет. Именно исходя, я абсолютно на 100% уверен, что какие-то центры, так сказать, сидят и этот сценарий обсуждают. Ну, не может такого быть, чтобы это не обсуждалось. Ну, если мы с вами говорим об этом, если Зеленский об этом говорит, то, конечно же, это, безусловно, эта версия обсуждается. Но я думаю, что по итогам этих обсуждений все-таки приходит к выводу, что непредсказуемость результатов делает этот весьма логичный. Потому что, конечно, Путин, конечно, законная цель. И Украина, и НАТО, это все понятно. Террорист номер один, что там говорить. Но я думаю, что все-таки это, скорее всего, этого не будет. Игорь Александрович, а вот как пазлы должны сложиться? Какой должна быть ситуация внутри России и извне, чтобы, скажем, и насколько это возможно, сами спецслужбы России психанули и ликвидировали Путина? Это, в принципе, возможно? Я думаю, что это маловероятно. Я постараюсь объяснить, почему я так думаю. Хотя тут опять вероятность. Значит, дело в том, что вот в отличие от... Понимаете, здесь разговор идет о некоторых исторических аналогиях. В истории нашей страны, России, были случаи вот такого рода устранения первого лица. Ну, самый классический случай, это Павел Первый. Значит, император, которого там, ну, табакерка, шарфик, гвардейцы и так далее. Ну, у нас сегодня во дворце, в Кремле гвардейцев нет. А есть люди, которые, ну, не тянут никак. Я имею в виду не по названию, а по психотипу. Та чудовищная зачистка высшего военного политического руководства страны, которая была предпринята при Путине, ну, это действительно потрясающая зачистка. Были уничтожены практически все маломальские генералы, которые обладали каким-то чувством чести, там, достоинства. Это генерал Рохлин был убит, это генерал Лебедь был убит. Ну, и дальше можно перечислять. Я называю самых известных. А так, в принципе, уничтожены были практически все люди, у которых есть офицерская честь. И вот для того, чтобы там, можно по-разному относиться к гвардейцам, которые убили Павла Первого, но это были люди, способные рисковать, это были люди, способные, готовые там, к каким-то поступкам. Поступкам, это вот важное, важное слово. Такие же люди, готовые к поступкам, убили Распутина. Тоже, ну, не царь, конечно, но, так сказать, человек, который много весил в Николаевской России. Поэтому сейчас таких нет. Практически, ну, слушайте, вот как только Путин, как только Путин пришел к власти, он тут же политически уничтожил Рушайла, министра внутренних дел, который, так сказать, но это был действительно генерал, который был способен, там, я совершенно не поклонник Рушайла, вот, ну, примерно представляю себе, там, даже как-то сталкивался на каком-то совещании, когда служил генеральным секретарем Совета журналистов России. Вот, но совсем не, точно не поклонник, но это был действительно, ну, офицер, который, там, был способен на какие-то поступки. Тут же убрал мгновенно. И далее по списку. Все были уничтожены. Либо они были задвинуты, сняты и так далее. Во главе силовых структур стало, ну, вот, что-то такое наподобие Шойгу. Ну, вот Шойгу, там, Герасимов, то есть люди, которые точно не способны, извините, ну, Золотов, который стоит во главе Росгвардии, то есть если мы говорим о Гвардии, то вот Росгвардия. Поэтому, понимаете, граф Орлов и Золотов. Ну, поставьте рядом. Даже с точки зрения физиогномики, да, то есть, ну, там, там как вообще их рядом поставить? Люди, которые способны на поступки, и люди, которые, так сказать, вообще никаким образом, ну, просто вот халуи, обслуга, челядь, я не знаю, как еще охарактеризовать вот этих вот людей. Поэтому я сильно подозреваю, что именно из человеческого, из анализа человеческого потенциала, вот человеческого материала, если так грубо говорить, вот подобного рода мероприятия невозможно. Я очень не люблю что-то обсуждать в формате «если бы, да кабы», но все же интересно, раз уже вспомнили о такой фигуре, как генерал Лебедь, а если бы он был жив, и вот, да, генералы подобны Лебедю, ну, войны бы не было, произошло бы какое-то неповиновение? Я думаю, что, ну, опять, это такое вот сослагательное наклонение. Да, 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 я понимаю, что это такая альтернативная история у нас получается, такая фантастика. Но, да, если бы Лебедь был жив, скорее всего, он бы сказал свое слово. Я абсолютно уверен в том, что, ну, просто этот человек, который не боялся, и который, он, конечно, я абсолютно уверен, что он был бы против войны, и он попытался, но зависит от того, какой бы пост он занимал. Конечно, это тоже, да. Давно уже был на, так сказать, на гражданке. Вот, поэтому, но, безусловно, я думаю, что этот человек, который не был бы за войну, это точно, по крайней мере, ну, вот мои представления о том, как он себя вел всегда, не случайно он был и, так сказать, организатором Хасавертовского договора, который закончил войну на самом деле. Он закончил Чеченскую войну. Худо, бедно, но закончил. Да, он сыграл отвратительную роль в Приднестровье. Ну, да, ну, в Приднестровье, так сказать, там размер крови был совсем другой. И поэтому он, да, он имперец, стопроцентный имперец, силовик, это верно, но он с мозгами и с каким-то пониманием того, в чем состоят интересы вот этой империи. Потому что Путин-то, хотя он имперец, но он могильщик империи. Безусловно, могильщик империи. Потому что эта империя могла худо-бедно существовать еще чертову кучу времени, потихоньку отравляя атмосферу вокруг себя. Но Путин ее просто угробил. 24 февраля он, так сказать, подложил гигантскую мину под Российскую империю. И Российская империя, конечно, благодаря этому развалится намного быстрее, чем это произошло бы без этой войны. Поэтому Олегин, он имперец, который пытался ее сохранить. И поэтому, конечно, и то, что он, так сказать, закончил фактически первую Чеченскую войну, он ее закончил. Значит, и это свидетельствует о том, что он разумный имперец, который пытался ее сохранить. А Путин имперец-идиот, который, так сказать, пытается взорвать империю изнутри, фактически вбезав ее вот в эту войну. Игорь Александрович, хотел бы обсудить с вами еще сегодняшнее мероприятие в Минске. Я о нем частично уже вспоминал. Речь о так называемом саммите ОДКБ. И вот уже есть первое заявление. Значит, Лукашенко, что он сказал об отсутствии Армении на этом саммите? Проблемные вопросы надо обсуждать за столом переговоров, а не совершать демарш. Ну, очевидно, сейчас действительно ухудшились, мягко говоря, грубо выражаясь, отношения России-Армения, Армения-ОДКБ. Это в целом к чему-то может привести, как вы считаете? Потому что такое впечатление, как будто Пашинян ищет, все, он уже понял, что ничего меня здесь не держит, я никаких плюшек не получаю, никакой безопасности, которую там кто-то нам гарантировал, ее нет абсолютно. Давайте-ка, друзья, я буду искать, наверное, все-таки другой курс, потому что здесь мне нечего ловить, извините. А у вас есть такое ощущение? У меня ощущение, что нет никакого АДКБ. Это да, само собой разумеется. Я немножко по-другому, ну, то есть, то, что вы сказали, это абсолютно верно, ну, просто Пашиняну совершенно нет смысла воевать публично, публично полемизировать с Путиным. Пашиняну с Путиным не о чем говорить вообще. Вот не о чем говорить. И с ними, со всеми, вот с этими Лукашенками, со всеми этими, значит, Путинами, ему не о чем с ними говорить. Он не хочет с ними ссориться, потому что он маленький, а они большие. Да. Вот он маленький и слабый. И, ну, я имею в виду, не он физически, а вот Армения находится в состоянии потерпевшей тяжелейшее поражение. Тяжелейшее поражение. Причем, так сказать, вот поражение, против которого возразить невозможно. То есть, ну, да, действительно, Азербайджан отвоевал свою территорию, ведет себя, при том, что он с точки зрения международного права абсолютно прав, Азербайджан, но ведет себя хамски, торжествует, фактически уничтожена армянская община, вот, то есть, карабахских армян, как такого субэтноса армянского, больше нет. Все. Это трагедия, это тяжелая человеческая история, ужасная история. Но с формальной точки зрения Алиев абсолютно прав, с международной правовой точки зрения, абсолютно прав. Все. Пашинян находится в ситуации, когда Путин его предал, никаких абсолютно гарантий ОДКБ никому не дает, никакого ОДКБ нет. Есть, более того, когда, вот, предыдущее использование ОДКБ, когда, значит, вооруженные силы ОДКБ вошли в Казахстан, если помните, фактически, это были вооруженные силы России. Это было, ну, я сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, это было первое использование ОДКБ вот в таком вот качестве. И сразу проявилось, что никакого ОДКБ нет. Есть Россия, и есть там какие-то, какие-то, так сказать, погрешности, которые при России состоят. И вот вооруженные силы России, фактически, вошла-то Россия. Вот, и все. Никакого ОДКБ нет. И это проявилось, как раз во время, вот, того, когда Такаев пригласил, пригласил ОДКБ к себе, для того, чтобы, там, ну, подавить, или гарантировать, так сказать, стабильность в Казахстане. До сих пор не понимаю, зачем он это сделал, но это совершенно, это отдельная история. Вот, но в конечном, в конечном итоге ОДКБ не существует. И Такаев просто, вернее, не виноват. Пашинян просто это фиксирует. А все остальные, ну, слушайте, помните эту историю с голым королем? Вот, никто не хочет, нет мальчика, который просто встанет и скажет, что король голый. И вот, в составе ОДКБ нет, нет человека, который скажет, ну, все, хватит придуриваться. Ну, какое ОДКБ? Никто этого не хочет говорить, по очень понятной причине. Потому, что там не мальчики, там взрослые, не молодые дяди, которые не хотят последствий. Не хотят ссориться, не хотят скандала, не хотят, потому, что, ну, тоже Казахстан имеет гигантскую протяженную границу с Россией. Путин не может никому ничего помочь, но Путин может нагадить. И поэтому, вот, с ним просто хотят не связываться. Потому, что он никому не нужен, абсолютно, этот Путин. Но, и это Россия. Ну, кто там в ОДКБ? Центрально-Азиатские республики? Значит, Лукашенко и, тот самый, соответственно, Пашинян. Пашинян не хочет. Да все остальные тоже не хотят. Просто приезжают, ну, в конце концов, ну, потратят там несколько часов времени, посидят, значит, вот в такой компании. Ну, противно, конечно, но, в конце концов, работа у них такая. У главы государства не всегда занимаются приятным делом. Чего стоит только присутствие, вот на последней, ну, правда, виртуальное, но присутствие на последние двадцатки, видеть рожу, рожу международного преступника, который торжествующе там распирается распинается благодаря, так сказать, совершенно замечательной поддержке президента, в смысле, премьер-министра Индии. Ну, вот и все. Мало ли, мало ли, как в каких... То есть, поэтому я думаю, что никакого ДКБ нет. Надо просто... Ну, есть ритуал какой-то, который, так сказать, все... Надо соблюдать изредка. Ну, да, ну, просто, чтобы не, так сказать, не нарваться на то, что Путин начнет гадить. А он это умеет делать. Спасибо.